Есть прекрасная возможность, никуда не выезжая из видного, и подарок купить, и продукты к новогоднему столу, и елку. И сделать это максимально комфортно, ведь теперь ярмарка у кинотеатра «Искра» организуется в крытом павильоне. На улице мороз, как бы подходили, все посмотрели, даже желания нет у них, как бы, да, вот там, раздеваться, мерить что-то. А здесь, как бы, спокойно подошли, померили, посмотрели, понравились, купили, не понравились, пошли подумать. Как известно, лучший подарок – рукодельный эксклюзив. Нина Васильевна Сухоруких приехала из Вологды, и все, что продает, делает своими руками. Выбор у нее на самый притязательный вкус, и цены весьма демократичные. Я занимаюсь этими вещами с детства. У меня родители крестьяне, мы пряли, вязали, они создают тепло, уют, комфорт, и это ручная работа. Вызывают интерес покупателей вот такие более традиционные подарки. Плюс такого выбора можно найти как довольно представительный экспонат, так и, на первый взгляд, простой, но весьма очаровательный подарок, на котором будет изображен символ года. Уже сейчас именно такие изделия пользуются большим спросом. У меня, например, в основном берут фарфор, подставки под телефон, панно с тиграми, ну и побогаче подарки тоже хотят. И ключницы берут, и картины. Ну, правильно я понимаю, что самый, наверное, популярный образ такой – это все-таки тигр? Конечно, тигр. Помимо традиционных салатов, главным украшением новогоднего стола являются мандарины. Впрочем, продавцы отмечают, что все большей популярностью пользуются экзотические фрукты. Привезли экзотику, манго берут нормально люди, уже берут к празднику. То есть еще до Нового года недели мандарин набирают, яблоки берут, им это нравится. Абхазские мандарины торгуем до марта месяца. Ими начинаем под Новый год и торгуем только чисто абхазские, никакой импорта нет. Екатерина Кучерявых приехала из Беларуси. Их организация торгует фермерскими товарами. Она также отмечает, что народ начал активно закупаться к новогодним праздникам. Мясо покупают. Сало очень любят здесь, в этом городе. Вот, сало тут полюбляют. А так понемножку всего берут. Сырочек, маслицы очень любят. Мы их уже приучили к нашему маслу хорошему. И они его потребляют, приходят, берут. Ну и куда же без новогодней красавицы? По всему Ленинскому городскому округу открыты елочные базары. Один из них расположился прямо здесь, рядом с ярмаркой. Чем люди больше всего интересуются? Елки больше всего интересуют ель, сосна и пихта. И маленькие тоже интересуют. Ну, в районе метра, метр-полтора вот так. Самый город? Интересуют, да, метр-метр-полтора. Ну, сейчас вот народ активно берет или пока только интересуются? Пока только интересуются ценник, ценник, по чем, сколько стоит и так далее. Ну, вот средняя цена какая елки? Средняя цена 700 рублей в метр. Готовитесь к новогоднему празднику, но нет ни времени, ни желания бегать по многочисленным магазинам? Тогда вам сюда, на ярмарку у Искры. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Видное ТВ. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Сергей Ларин.